Здравствуйте, Олег Александрович. Добрый день. Два интервью мы записали на канале День ТВ и сегодня вот необходимость такого разговора возникла в связи с двумя событиями. Первое, это Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма, о том, что Россия является угрозой для Украины. Это резолюция Порошенко и, собственно говоря, украинская сторона поставила на голосование и Генассамблея приняла. И второе событие, это интервью Дарьи Асламовой и редакции газеты «Комсомольская правда», которую дал Сергей Викторович Лавров. И там, что самое интересное, была зафиксирована мысль, которую мы в интервью обсуждали. И она связана с тем, что мы не воюем с Украиной. Мало того, мы не собираемся воевать. Мало того, у нас не только не депрессивная повестка дня, она еще и позитивная. И вот это вот все мне навело на мысль, что в наших разговорах мы чуть ли, ну, льстит, что мы чуть ли не либо что-то знаем, либо просто интуитивно опережаем события. Вот как вы можете прокомментировать вот вчерашнее и позавчерашнее событие? Насколько это вписывается в стратегические планы России, если такие есть? Ну, очень хотелось бы, конечно, сказать, что вот мы такие провидцы и аналитики глубокие, что мы раз вот что-то там предположили, а через четыре дня Лавров подтвердил. Но Лавров, министр иностранных дел, не сказал ничего нового за весь период 2014 года. Эта повестка, она не скрывается, она проговаривается, президент об этом постоянно говорит, но не слышат. Не слышат и с нашей стороны не слышат, и с украинской стороны не слышат. Позиция, что мы не воюем с Украиной, она заявлена была сразу. Во-первых, нет основания. Во-вторых, это заявлено было, что это братский народ, это гражданская была бы война. И непонимание первооснов событий и втягивания Россию вот в эти события уже как, как сказать, как последствия приводит к тому, что и с двух сторон, и с нашей, и с украинской происходит вот это непонимание на уровне обыденного сознания, что, что подтверждается международной повесткой, она очень актуальна. Санкции всегда были в отношении России, всегда были санкции. И, естественно, любая повестка, которая будет против России, она будет поддерживаться и в ООН, и в Совбезии, и вот в любом международном формате. Лавров подтвердил только то, что говорил четыре года назад Путин. И странно, что редакторы и журналисты вот либо плохо слушают, либо прослушали эту повестку. А идет нагнетание даже с нашей стороны, со стороны прессы, нагнетание вот этой агрессивной повестки, негативной. Я ее чувствую в социальных сетях вообще активно. Ну, вчера, когда я посмотрел интервью с Лавровым, Масламова, конечно, ну, как женщина. Давайте, ну, стравливай, драться, воевать, во что бы то ни стало. И я вот такую позицию, я слышал, прежде всего, от журналистов, и особенно от журналистов, которые обеспечивают информационную картинку по Донбассу. Понятное дело, люди, которые там живут, они находятся в особых информационных условиях, но у меня почему-то вот складывается впечатление, что если предложить идею, что мы возвращаем всю Украину, а Донбасс становится столицей, пусть даже не административной, но экономической, и возвращает все свои рынки, возвращает все свои экспортные лицензии, возвращает управление своей страной, то это, в принципе, могло бы поменять вообще отношение к этой войне на Донбассе, потому что... Есть несколько таких тонких моментов. Во-первых, Донбасс, последний пост развала Союза, это достаточно экономически, это достаточно депрессивный и криминализированный регион. Мы не говорим о людях, которые спускаются в шахты, ходят на работы, в школы, в магазины, они просто получают зарплату. Вокруг этого... Система управления. Вокруг этого была выстроена абсолютно паразитарная, когда группа лиц по предварительному сговору паразитируют на ресурсах. И тема Донбасса, тема Донбасса, она, ну как старая, да вот в какой исторический период мы не заглянем, там, начиная, ну, с любой. Это какой-то особый регион. Особость региона Малороссии, которая в культуре России занимает свое место, историческое, она давно обозначена и давно понятна. Разными политическими спекуляциями со всех сторон этот регион является такой разменной монетой в самые критические исторические периоды. Люди страдают, действительно, и здесь не учитывать их мнения максимально неправильно. Но Донбасс и в советский период это регион крайне промышленный, с какой-то социальной инфраструктурой. В период Украины это крайне промышленный, спекулятивный, паразитарный. Вот в этот период это еще и политический. И это острие не только отношений Украины и России. Это только проявляется вот у нас. А глубже это и вопрос Турции, вопрос газа, нефти, геополитии. То есть это очень такой, в шахматной партии, это такой ход конем, который в любой момент может повернуть в разную сторону. Я прошу прощения. Один генерал мне рассказывал стратегическое значение Донбасса с точки зрения войны. От Сталина до Сталинграда 450 километров, это марш-бросок танковый в одну ночь, и отрезается вся житница, которая находится южнее вот именно этой оси. И поэтому это вот тот рубеж, который и во Вторую мировую войну не отдавали. И сейчас. Для меня Донбасс, он же личный такой, казалось бы, какое я имею какое-то отношение. Я уже говорил, когда дети спрашивают, там, мама, почему меня так назвали, например. И когда я вырос до вопроса, то мне родители объяснили, что меня назвали там вот в честь Олега Кашевого. Ну, я, естественно, начал читать. Для меня Краснодон – это вещи, которые такие, ну, глубокие. И для меня, конечно, там, фотографии убитого ребенка или женщины с ребенком, погибшие вот в этом городе, в это время, вот в наше время, артиллерией. Это, конечно, ну, это не может быть, не может быть не личное. Вот, поэтому по поводу вашего вопроса, что вот перенести столицу и так далее. На сегодняшний момент, я думаю, система управления, которая может решить проблемы Донбасса, Украины и России, это только единая система управления. По отдельности это работать не будет. Единая система управления – это не все. Единая система управления для чего? Выкапывать уголь – это как бы одна задача. Снимать сливки политические или спекуляции – это другая задача. Но когда все это происходит, в той же Угорловке, на Донбассе, дети рождаются, идут в садик, в ясли, в школы, и живут вот в этой среде. И формируются в этой среде. Спекулятивно бандиты? Конечно. Они формируются в этой среде, выбирают самый оптимальный вид деятельности вот в этих условиях, и вырастают. Вырастают, и мы закладываем огромную такую бомбу, мину замедленного действия на века, на будущее. И когда мы предлагаем повестку образовательную и позитивную, и Крым становится здесь узловым местом, то эта повестка как проект достаточно быстро, высокотехнологично, высокосоциально взять под контроль именно вот эти процессы. Потому что все остальное, ну, давайте перенесем, давайте столицу Украины сделаем, там, Луганск, например, вбухаем туда, там, миллиарды денег, например, разовьем инфраструктуру. Это не изменит людей в лучшую сторону. Я, так как я занимаюсь антропологией, антропогенезом в частности, меня вот эти вот вопросы на такой короткой перспективе, они не очень интересуют. Почему? Потому что шаг эволюционный здесь очень маленький. Для природы вот этих событий, кроме того, что, ну, там, ну, кроме вот, это незначительные события, как бы не горько это было признать. На выходе, какой рождается человек, какие он наследует качества и какие действия, да, он цели ставит перед собой, будет реализовывать. И вот эта вот длительная перспектива, и, к сожалению, геополитика, слово плохое, но вот геополитика в плохом значении этого слова, она никогда не ставила задачи вот такие цивилизационные. То есть задачи всегда узкоэкономические, прикрытые политиками. С маленьким горизонтом планирования. Ну да. Я задал вопрос про Донбасс в том смысле, что вот по итогам четырех лет войны, гражданской войны на Украине, получился управленческий эффект, когда часть украинского народа, ну, часть народа страны под названием Украина, народ разношерстный, там семь регионов проводилось социологические исследования, они различаются там по разным вещам, но фактически изменилась самоидентификация. То есть в 13-м году, еще при Януковиче, это был регион, который управлял экономически, политически многими процессами. Не всеми, но многими. А вот сейчас там появилась жесткая русская самоидентификация, мы и они. И за четыре года, не без помощи телевизора и, конечно же, обстрелов, создалась определенная самоидентификация. Мы русские, мы к России, а это они, они другие. И в этом смысле я понимаю, что когда Лавров сказал, что ЛДНР признать – это слабая позиция, то такой начался, я замерил просто, такой начался вал критики в сторону Лаврова, в социальных сетях, боты и люди, живущие на Донбассе, что я задал вопрос с той точки зрения, а какими управленческими действиями можно погасить негатив, возникающий по такой стратегии там и в Киеве. Неужели нам удастся в какой-то момент взять телевизор в Донецке, взять телевизор в Киеве, развернуть их в другую сторону и в течение трех-пяти месяцев увещать на совершенно других принципах? – Вот у политиков, особенно у политтехнологов, у разведок, у экономистов, у них такая профдеформация. Они думают, что можно, изменив вот эти свои технологии, что-то повлиять на что-то. Ну как вот в термодинамике есть такой закон – средняя скорость частиц в потоке одинакова. То есть есть какие-то люди, допущенные к камере, к микрофону, к средствам массовой информации, которые могут озвучивать свою позицию. Но в основе своей люди живут своими человеческими обычными делами. То есть человек хочет как минимум безопасности, гарантированной защиты, закона, питания, работы и так далее и тому подобное. Дети ходить должны в школу, в ясли. И если эта повестка предлагается любой властью, то люди выберут эту повестку, российская ли она. Вот смотрите, что произошло. У Украины была возможность за все эти годы предложить Донбассу, миру, России абсолютно другую повестку. Не отказываться от этих территорий, сохранить за ними социальный пакет гарантии, в своей стороне, со стороны своих границ, не закрывать ее, а сохранить экономические отношения. Как вы думаете, за четыре года, вот так называемый русский мир, он бы смог продержаться против вот такой вот технологии? Конечно, нет. Но произошло ведь наоборот. Россия открыла свои границы. Россия стала помогать этому региону. Россия платит пенсии за роботные платы. И социальные программы Украины, даже в бюджете, не запланированы на этот регион. Даже популистки они это не делают. Это первое. Второе. Ну, Украина говорит, что Россия воюет с ней. И делает акцент на Донбасс. Ну, Украина же с точки зрения... Россия с точки зрения Украины и забрала у Украины Крым. Но почему-то мы не видим боевых действий на границе Крыма. Когда это уже забранная территория. Угрожают, что Россия может забрать Луганск-Донецк. То есть, делать то же самое, что с Крымом. И что тогда будет? То есть, с Крымом-то что Украина делает? Ну, какие-то провокации мелкие там по морю и так далее. Понимаете, да? Вот это противоречие. То есть, Украину не интересует ни Крым, ни Донбасс в плане людей и социальной ответственности за эту территорию. Их интересует, как бы сейчас молодежь сказала, хайп по этому поводу. Последними заявлениями Порошенко по отделению или выделению еще 10 областей, это еще усугубление этого вопроса. То есть, с точки зрения... Вот для меня, как для антрополога, политика Украины, она понятна. И она на бытовом уровне легко объяснима. Ну, я одну эту тему говорю, но, как бы, это другой вопрос. Поэтому люди... Почему убирают Россию? Ну, потому что Россия сохранила человеческие отношения. Украина нет. Но порвать Донбасс между Украиной и Россией невозможно. Там такие связи, что это по-живому всегда будет. Поэтому решение военного вопрос Донбасса не имеет. Как бы не провоцировали это политики власти Украины сейчас. И как бы не хотели пиара в своих информационных каналах, в журналисты, как там, так и здесь. Поэтому вот эта выдержанная мудрая политика, и Лавров, когда вот это озвучивает, он же понимает, что он на себя принимает удар со всех сторон. Но это политика государства. И если мы не будем ее заявлять, то тогда о чем речь? Украину никто отдавать не будет. Никому. И Крым забрали не у Украины. Вот этот факт такой, трудно понять. Что парадокс в том заключается, что Крым, Россия, сохранила в территории интересов славянского или русского мира. И Украина будет сохранена в этих интересах. Получается, один вопрос, вот часто мне задают. Лавров озвучивает позицию, которая в четыре года неизменно. Журналисты, ну, понятное дело, у нас сейчас... Удивляются. Да, удивляются. И при этом получается, что в нашем государстве, комсомольская правда, это серьезный ресурс, что в нашем государстве сами по себе СМИ, частные лавочки, которые либо не знают, либо подчиняются не государству, ну, это понятно, у нас же свобода, там, слово и так далее, и так далее. Но получается, что единого центра информационного управления, при котором даже Дарья Асламова со стройными своими ногами не посвящена, не понимает, не хочет понимать, вот нету какого-то контура управления, при котором государственная линия хотя бы была осознана теми, кто должен ее доносить. Ну, это так, и это ведь не только у нас. Украина такая же позиция, и мировое сообщество, то же самое. У нас был период, когда была идеология, жесткая идеология, где газета «Правда» рассказывала людям, что происходит в мире, в стране и так далее. Ну, спасло это СССР? Нет. Вот то, что эта газета даже не поменяла название, до сих пор называется «Комсомольская правда», это тоже говорит о многом. И журналист, как профессия, насколько я помню, это человек, который может посмотреть на ситуацию со стороны. Потому что, если он внутри, то это пропагандист уже. А у нас, к сожалению, журналистика, она такая пропагандистская со всех сторон. Объективного взгляда среди журналистов практически нет. В лучшем случае, это позиция лично какого-то конкретного человека по какому-то вопросу. Это, ну, издержки профессии, да, перекосы, конечно, да. То, что журналисты отдельные на этом делают себе... Ну, знаете, категорией популярности это критика. То есть, чем больше будет критики, чем больше подключается ботов, это математика. То есть, если боты подключаются, значит, эта тема кем-то замечена, попадает в аналитику, в ротацию и так далее. То есть, это вот такая технология работы западная, потому что она отработана до совершенства. Но у нас, когда вот Асламова, вот условно Асламова, я не говорю про... Да, условно Асламова пытается стравить людей, чтобы снять об этом репортаж, а это вот это 99% журналистики, это попасть в конфликт, заснять его и показать. То, конечно, это провокационные действия. И, ну, я женщин обычно не оцениваю как специалистов. Но это как бы такая бабская, в хорошем смысле, реакция. Никакого отношения она к геополитике не имеет и к политике государства. И полное, я согласен с вами, это полное непонимание ни политики, ни России, ни Украины, ни общечеловеческих каких-то вот законов, ценностей, которые должны быть. А я еще раз повторю. Общая задача наша – это формировать будущее. Что бы мы сейчас ни делали, мы формируем будущее. Кто-то словом, кто-то там производством, детьми и так далее. И вот формирование вот этой среды, развития. Война – это такая черная дыра в прошлое всегда. Потому что война отбрасывает развитие человека в примитивное такое состояние. Потому что человек в какой-то момент становится животным и только в лучших своих проявлениях, в подвиге, поднимается на уровне человека. Но тут оснований для этого никакого нет. – это общая территория. Это геополитические игры, в которых втянуты обычные люди. И вот смотрите, ведь когда начались эти события, очень много людей из России поехало помогать Донбассу. Это абсолютно понятная человеческая реакция. Если мы сейчас проанализируем, кто там остался, например, ведь очень многие люди разобрались, что там речь не идет о русском мире. Там речь идет о каких-то других вопросах, делах, в которых они разобраться не могут. И вернулись практически все, я считаю. Если бы мы в 2014-м или 2015-м году с вами сейчас сказали про Донбасс и Луганск, что это Украина, мы бы на себя от этих же людей, которые туда поехали, мы бы на себя нагребли огромную агрессию и негативность. Я всегда говорю, что Луганск и Донецк – это Украина. Но Украина – это Россия, я еще добавляю. Не Россия буквально, это единый мир. Большая страна. Конечно. Вот это разделяя властву, это западная технология. И где только идет разделение, там, значит, торчат уши нерусского человека. Потому русская культура – это объединение. Мы на каждой семье, да никто никогда не разделяет в семье по национальностям. Ну, пошутить могут, там подразниться. Но в общем-то, это от большой только любви. Поэтому президент всегда говорил, что Украина и Россия – это дружеский народ. Рассорить их и Белоруссия, и Казахстан, и Узбекистан, и вот вся сфера, которая была ограничена Советским Союзом, это русский народ. Вот не в смысле, что они вот прямо русские. Это единый мир с единой культурой, с единым общим языком. А вот с точки зрения антропогенеза, у меня кажется, что в начале 20 века произошла большая подмена, когда слову «русский» дали этническую принадлежность, а на самом-то деле это цивилизация. То есть это зонтик, который говорит, что это русский татарин, русский башкир, русский юрей, русский армянин. Это человек, который говорит на русском языке, у которого примерно похожа шкала ценностей, а всего лишь навсего язык межнационального общения, русский. А не пора ли создать хотя бы титульное название «рус», «русин», «русна» для того, чтобы освободить зонтик цивилизационный и в паспортах писать «русин». «русин». Ну, например, я по бабушке русский, у меня из Курской губернии все мои предки, я родился в Херсонской области, но я точно знаю, что на Украине полно русинов, причем не только те, которые в Австро-Венгрии жили, и которые в Чехословакии сейчас имеют какое-то отношение и очень туда стремятся, а русины жили вдоль Днепра. Франко-русин, Леся-Украинка-русинка, вот она этническая принадлежность, почему бы ее в глобальном смысле не восстановить? Потому что, по-моему, кто-то с нами сыграл злую шутку в 1916-1920-х годах. Тут с точки зрения антропологии категории национальности достаточно новая категория, и она политическая. Этнографические особенности регионов они даже на территории Москвы, в области и рядом они радикально изменяются. То есть люди, живущие в Ярославле, отличаются от людей, живущих в Костроме. Ну и так далее. А про москвичей я вообще молчу. Как москвичи отличаются друг от друга по станциям метро или от приближенности или удаленности от центра. Это разные миры. И вот мы же говорим москвич. Но москвич есть, который живет там у стен Кремля, и там, не буду называть район, чтобы не обижать людей, ну где-то далеко. И даже в новых домах, и даже в новостройках. Но это разные люди, разные задачи. И здесь можно внести тоже ведь категорию какую-то, да? Как вот желтая линия, там красная линия. Ну да, человек во все время этого времени. Да, ты вот на какой живем? Ну мы же с какого ты района. Помните вот этот мем? С какого района? Когда-то мне сказали, что так она меня покоробила, фраза, что гордится, что ты русский, там грузин, чеченец, армянин, там, американец, то же самое, что гордиться, что ты родился в среду или в пятницу. Ты к этому не имеешь никакого отношения. А вот сделать так, чтобы твоя семья, твои родственники, твой народ гордился тобой, потому что ты кроме того, что внес что-то в общее, еще и выделил какие-то вот свои вот эти вот признаки. Вот это вот задача. А так вот, что я там тот, ты, я тот, тот, так ты никакого к этому отношения не имеешь, поэтому тут гордиться как бы нечем. Русины. Ну была попытка, фактор вот этот конфликт, вот в этот конфликт ввести русинов, адеситов, харьковчан. И здесь есть, тут не надо в геополитике далеко разбираться, и просто мы всегда перейдем в конфликт. Потому что в эту сторону логика ведь очень простая. Никогда Харьков, Одесса, там и Закарпаттия не были в Украине. В государстве. Ну, до определенного момента. Вот немножко были. Мало того, Украина никогда не прилагала усилия для того, чтобы эти регионы объединить. Это всегда были силы извне, третьи силы. Третьими силами, третьими силами собралась вот эта вот территория. Польша, Турция, Румыния, Венгрия, Израиль, Россия. И там, и Англия, и Алирика, и так далее. А Англия так вообще как с Дубботом? Там через Польшу. Любой человек, который работает в этой парадигме, работает в интересах вот этой идеологии. Россия, присоединяя к себе территории, распространяла свое влияние. Ну, это старая шутка, которая как бы не шутка, что вырывались в деревне, строили больницы, школы, там, железные дороги и так далее, и тому подобное. То есть, какая-то должна быть, должно быть понимание разницы культур. Вот русская культура, это собирай царствуй, западный подход разделяй властвуй, да? Поэтому, вот, собрать и царствовать, это как бы нам понятно. Как только идет разделение, то, значит, будет конфликт. есть такой ученый, Ухтомский, он создал такое понятие, ввел как доминанта. Вот есть доминанта. Для того, чтобы ее усилить, она прибавляется более мелкими доминантами. Чтобы ее разделить, нужно ее либо сверхмощную доминанту, либо разделить ее на более мелкие и опять растащить. И вот этот закон доминанта в физиологии, он в геополитике действует абсолютно точно так же. Советский Союз трудно было победить другой сверхдержавой, поэтому разделили на мелкие, на республики, республику разделили на кланы, в кланах, кланы политические, с религиозными, религиозные пополам, суниты, шииты, католики, там, криптокатолики, православные, там, старые, ну и так далее, и тому подобное. Вот разделили. И все сидят по своим вот этим кочкам. И следят за чистотой. Да, следят за чистотой этой кочки и, чтобы, не дай бог, там что-то где-то покосилось или перекосилось. Русский мир создавал тысячелетнюю историю, объединяющую вот это идеологемы. И мы воспитаны в этом, то есть мы не воспринимаем. Вот знаете, я сейчас, ну, как раз мы по языку говорим, и про братский народ, ведь если бы сохранилась только языковая среда каждого народа, это крайне адаптивная реакция. Вот как раньше было? Как раньше приходишь в любую деревню, ну, во-первых, ты сразу, тебя знают, что ты не местный, потому что всех местные знают. В другой регион какой-то ты приходишь по языку, то есть тебя отличают сразу по языку. У нас до сих пор людей по языку, по говору, по акценту. Я никогда не думал, что меня это как-то вот коснется, но у меня там жители, вот уральцы меня вычисляют вообще мгновенно. Они сразу понимают, что я там с Урала, хотя я на Урале просто какое-то время жил. Вот у меня этот уральский говор, я даже не знаю, как из него, какой звук из него нужно убрать, чтобы он перестал быть уральским. Я даже и не хочу этим заниматься. Если я приезжаю в Чечню и нахожусь там больше двух дней, то я приезжаю, когда в Москву, то надо мной смеются, что вот очень заразный акцент. И это все, так оно происходит. Поэтому был дан русский язык. Я напомню, что книги на украинском языке в советском периоде на Украине издавались в большем количестве, чем сейчас на украинском языке. Про русский я вообще молчу. Должен быть язык межнационального общения, государственный язык. Почему государственный язык? Потому что по тем же нормам ООН государственный язык подразумевает перевод на государственный язык всей технической документации и всей мировой литературы. Ни одна страна после развала Советского Союза, перейдя на государственный язык национальный и даже переведя какие-то инструкции на свой национальный язык, ну как зубную пасту там подписывают, макароны, не перевела классическую литературу на свой национальный язык. Это непереводимо. Классическую мировую литературу во-первых, по деньгам невозможно. Вот поэтому а богатство нас же никогда не коробило вставки из украинского языка у Гоголя или где-то или киргизского, узбекского до любого. Поэтому вот эта технология, чтобы не путать наших слушателей, очень просто. Как только идет разделение, значит, там хотят конфликта. И журналисты, они вот в этой, как сказать, на острие этой профессии. Там, где идет объединение, там, значит, хотят какой-то общей цели. И вот здесь в этом плане тезис, что войны с Украиной Россия не хочет, это объединительный. А Путин веди войска с любой территории, с Украины, с Луганской или Донецкой. Это разделительный. И вот эта придурковатость, значит, легкая, она присутствует. Потому что свои какие-то задачи, видимо, люди хотят под этот шумок решить. Ну, вот, не втягиваемся в это. Такой вопрос. Когда Советский Союз разделили на квартиры национальные, а потом еще религиозные тейпы, кланы и так далее, и так далее, правильно ли я понимаю, что описывая эту картину, цель объединительная лежит в том, чтобы в будущем ошибки 1922 года, когда было разделение по национальному признаку, а в принципе Русская империя была унитарная, мы движемся, мысленно пока что, в сторону того, что неважно сколько названий народов, мы оставляем цивилизационный зонтик, и мы объединяемся. Верно. Вот президент об этом говорил, ошибки национальной политики или по границам, на тот момент, я бы не сказал, что это ошибка, на тот момент это категория, которой можно было пренебречь. В каком смысле? Административная граница, вот то, что сейчас происходит в Чечне и Ингушетии. я учился в пятом классе, и вместо уроков в какой-то день мы побежали на площадь смотреть митинг, и Гуши собрались защищать свою землю в Грозном. Суслов, я первый раз, вот я помню фамилию Суслова с того периода, у меня мама работала в обкоме, я как бы слова всякие слышал. То есть вопрос территории, на Кавказе это такой вопрос, который в любом месте, в любом месте начни и будет конфликт. На сегодняшний момент последние события недавние между Ингушетией и Чечной по границам, он на чем основывается? Он основывается на парадоксе. Никогда этот народ не жил по отдельности. Это всегда люди были выстроены друг с другом и проживая даже в граничных семейных тейповых территориях, они умели выстраивать отношения друг с другом. И это за все это время выстроилось уже. Потребовалось в Советском Союзе ввести административную границу для системы управления и системы счета, бухгалтерии. Вот кто начисляет пенсию жителям этого села, а какой район отвечает за этот. Это формальная была сторона, которая для человека обычного не имела никакого значения. Он получал и здесь 70 рублей, и тут 70 рублей. Ему не важно было, кто ему там начисляет. Его не обыскивали при переходе из одного села в другое. Его не проверяли документ, не ставили там штамп, для него этих границ не было. Для того, чтобы ввести конфликт, как там получилось, я не знаю, но получилось так, что взяли и строили уже в наше время опять несколько десятков тысяч человек на территории Ингушетии с людьми на территории Чечни. и потребовалась огромная выдержка, огромная воля, огромные ресурсы, чтобы этот конфликт как-то убрать. Это чисто формальный конфликт, кто будет, но в Советском Союзе он решался способом равенства, сейчас требуются уже другие решения. Поэтому сталинская политика национальная именно, это действительно объединить формальным признаком территории и сделать так, чтобы сама республика или сам регион никогда не смог решить этих вопросов. А решалось это могло только через центр. Была в этом необходимость тогда? Я думаю, что если бы не было, то не стали бы делать. Отпала эта необходимость сейчас? Не знаю. Это как бы не знаю. Но люди всегда, еще 150 лет назад люди жили на общей территории, вот мы про антропологию же ограничения их ареала обусловлено было климатом, географией и так далее и тому подобное. если ты хотел зайти на чужую территорию, то ты тогда либо идешь туда воевать или погибаешь и должна быть витальная необходимость в этом. Либо ты отдаешь дочь замуж и так далее и тому подобное. Роднишься там. Это все было так и в природе тоже так происходит. Но вот цивилизация подразумевает другой тип отношений и нам придется от этого уходить. Чтобы от этого уходить нужно прилагать какие-то модели объединяющие. Вот я следующий вопрос готовлю на эту тему. А объединяющие модели мы предлагаем а давайте объединимся на детях. Это же такое святое. Я уже говорил про опыт когда дети дружат а взрослые нет. Я приводил этот опыт по Украине даже сейчас. Если вот понимаете если ребенок там что-то с ним что-то нужно будет помочь в последнее что я вообще не буду спрашивать какой национальности и кто у него там папа. Я буду ему помогать. И считаю что это абсолютно нормально и правильно. И для детей этого вопроса нет. Для детей нет этого вопроса. Это наш вопрос взрослый с новыми конструкциями. и можно и а мы не имеем решения. У взрослых нет решения этому вопросу. У детей этого вопроса нет. Вот разница подхода. Вот Артек Советский Союз создавал когда понятно там идеология нужна была и так далее и тому подобное но дети же не знали какая там идеология зачем. Дети попадали в среду где они друг с другом могли общаться. И это на всю жизнь оставалось. С 30 годов. Да. И вот сейчас когда мы это так всегда было. Всегда так было. В любом пионерском лагере если посчитать национальностей то там меньше 50 не было. в любом пионерском лагере меньше вот там 30 40 50 национальностей не было. И мы не оценивали там ну по национальности. Русские казахи кто конечно оценивал его качество. Тут получается даже методически надо даже отряды делать не национальные. Конечно категорически нет. Но я пример приводил вот мы участвуем в сборах союз называется Олег Баканач уже больше 10 лет его собирает и около 10 лет назад мы отошли от тематических отрядов. Что это отряд из Азербайджана приехал из Прибалки из Украины. Дети приезжают отрядами они целый год соревнуются чтобы раз в год собраться в одном месте. Мы их всех перепутываем делим это абсолютно через 3 дня это братания обнимания и на всю жизнь. То есть это люди которые на всю жизнь уже друг с другом связаны. За две недели совместной деятельности люди связываются. Национально здесь значения вообще правда не имеет. Меня интересует точка входа. Вот у нас есть Украина у которой есть система управления явно нацеленная на другие задачи. есть народ. Я подозреваю что процентов 80 примерно так же как в 2013 году даже с учетом телевизора который промышленно опрабатывал население все равно это люди с родственниками все равно это люди уже отрезвевшие они все прекрасно понимают. Мне даже один человек заезжал с Херсонской области говорит да у нас область сепаров мы все русские мы все на русском языке говорим мы все ждем когда вот это закончится и наше управление начнет переобуваться на лету точка входа в объединительный процесс с политтехнологической точки зрения это действительно начать вещать повернуть телевизор чтобы была большая пропаганда это открыть границы упростить правила получения гражданства кстати почему его так жестко утяжелили но я понимаю что там и бандеровцев может набежать но они и так набегают они за деньги скупают русские паспорта по-моему как больше всех и как вот с украиной будем делать крым детский остров начнем например создавать эти большие школы пойдут какие-то процессы но киев вот этот контр-переворот без выстрелов вот как его начать производить вот где лежит начало решения узнаете у любой системы есть законы ее жизнедеятельности и критические дни любой системы они обязательно проходят на сегодняшний момент желание нормализовать жизнь у себя оно превышает вот пропаганду власти то есть люди заметили что жить стало хуже есть такая категория людей которые активно которые которых вот эти изменения сколько стоит там газ квартплата продукты их не касаются и у них бюджет позволяет на это не обращать внимания плюс-минус там бензин подороже они принципиально важны и они есть источники всегда вот этого конфликта получается вот та категория людей которая и в Украине еще до этого могла без проблем выезжать в Евросоюз в Европу в Шанген и так далее это ведь небольшой процент людей всегда был потому что ну это стоит там деньги и ездили на работу туда и людям пообещав что Евросоюз откроет свои там двери ну если статистику например я могу ошибаться но я так могу реконструировать что статистика людей выезжающих после вот этого безвиза так называемого она принципиально то не изменилась те люди которые могли выезжать они так и выезжают те люди которые выезжали на заработки они так и выезжают на заработки кто не мог кто не мог так и не я не думаю что ну можно проверьте там да статистику я не думаю что вот народ сидел сидел такой и говорит вот так в Европу можно поехать и поехали а что там делать у него у него хозяйство там и так далее вот поэтому это как бы обманка. В России мы не входим без виз. Любой человек, который хочет и имеет возможность поехать за границу, он собирается и едет за границу. Никаких ограничений здесь нет. Поэтому это обманка. Раз. Вторая обманка – это то, что Украина стоит на переднем плане спасания западного мира от русской агрессии. Эта тема старая. Революция, гражданская война, Вторая мировая война. Доклад Власова немцам начинался и заканчивался этим, что они стоят на переднем плане борьбы против большевизма. Эти же слова говорит Ельцин, выступая в Конгрессе. Это то же самое, это те же самые люди, это те же самые интересы. И здесь, когда Порошенко говорит об этом, он становится в один ряд с Власовым, с Ельцином и с людьми. Поэтому, понимаете, вот был, помните, Яценюк? Я даже запомнил его фамилию. То есть, про него говорили, когда он был там, какую-то должность занимал. Сейчас его, насколько я понимаю, нет там. Если у украинцев спросить, а где Яценюк? Они его там зайцем называли. Куда он упрыгал-то? Кролик, да. Куда упрыгал этот Яценюк? Ну вот, понимаете, да? С таким успехом, а представьте, выборы в Украине сейчас пройдут. Вот, если я скажу, что там выбирать не из кого, то украинцы на меня обидятся, наверное. Я поэтому так говорить не буду. Потому что они скажут, что у вас тоже не из кого выбирать. Ну, вас же тоже одно и то же. Ну, например, вот я, у меня к Ельцину там какие-то вопросы есть вот по этому. Но у нас вопрос ведь, где живет семья Ельцина их называется. Понимаете, да? Где будет жить семья Порошенко после выборов? Вот я, например, не очень хорошо знаю расклад политических элит. Я сомневаюсь, что семья Порошенко после выборов останется жить в Украине. Вот просто правда сомневаюсь. Это же трагедия лидеров. Вот первый раз я с этим столкнулся в Киргизии, когда в результате переворота в Киргизии. Акаев, первый президент Киргизии, был вынужден выехать из страны. Поменялся уже третий или второй президент. Акаев, президент, гражданин Киргизии, этнический киргиз, академик, не может приехать в Киргизстан на день рождения своих родственников, кого-то там похоронить. Для людей, вот для азиата, не иметь возможность приехать и похоронить там родных, близких, мать там, отца там, это ну это страшные дела. Вот мы про Чечню говорили. Вот я уверен, как бы Кадыров не относился к своему врагу любому, как в каких бы сложных он с ним не был отношений. Если тот захочет приехать на похороны, он ему скажет, я тебе дам три дня. Ты приедь, похорни и уедь. На четвертый день я тебя уже буду искать. Это так принято на Востоке и это нормальные, это нормальные человеческие отношения. У нас получается, все лидеры вот стран, которые выбрались там вначале, они, они изгои становятся в своих странах. Когда мы говорим об элитах, что элита ближайшая всегда предает. Вот последний президент Украины живет, насколько я понимаю, в России и не может приехать на Украину. И на Донбасс не может приехать. Вот он тут что-то ездит, где-то травмируется, говорят. Это о чем говорит? Это говорит о том, что этот человек неправильно что-то делал. Ну, как минимум. Но тут ведь еще есть, раз мы так смело как бы на эти темы говорим, ведь Янукович, будучи президентом, он ведь стал президентом в результате каких-то технологий. И до него там, и Порошенко всегда там был. Как у Сталина всегда был Хрущев, например. Понимаете? И Кучма там был. И Кучма был в партии. И Кучма делал подпись. И вот эти люди, они как бы, ну вот Кучма поумнее, видимо. Он там до сих пор, дай Бог ему здоровья, наверное, жив. И он как бы всегда в элите. А вот эти вот поглупее, помоложе которые, они гоняют, вот попасть не могут в свою домой, так скажем, в свою квартиру. Поэтому это огромная ошибка управления, такое управление, где в результате этого управления ты ни на какие факторы не влияешь. Ты даже не можешь, перемещаться, вот как вот Саакашвили там или как вот Янукович, как вот эти вот все лидеры так называемые. Но тот же наш диктор про журналистов Киселев, который сейчас обливает грязью Украину и там власть Украины, он интегрирован был в элиту украинского управления в те годы плотнее некуда. Он же был там, и он что-то говорил, ему там верили, сейчас другое говорит. Это к пропаганде. То есть мы можем менять эти пропагандические машины и технологии сколько угодно раз. Людей обмануть можно, ну, наверное, бесконечное уже количество раз можно. Но должен быть какой-то показатель объективный. Какой показатель объективный? Может быть, что люди живут хорошо. Ну, можно количество машин, там, потребляемости, бензина и так далее. Нет, это не эти показатели. Показатели, что люди живут хорошо, это здоровье, продолжительность жизни, рождаемость, минимизация болезней, отсутствие генетических патологий и так далее и тому подобное. Вот критерии. Секундочку. То есть я помню статистику, в Википедии даже написано, самая высокая рождаемость на Украине 88, 89, 90, 91, 92 год по 300 тысяч плюс. А дальше примерно по 300 тысяч минус. Получается, что лучше всего люди жили в последние годы Советского Союза, даже несмотря на то, что голод там и бедит. Так это во всех республиках так. Это во всех республиках. Я вот, знаете, такой, ну, споришь часто, я не люблю спорить, но приходится. Вот говорят, вот там сталинские репрессии, 37-е годы, там, ну, вот разные периоды. Так возьмите категорию любую рождаемость. Это хорошая категория. Она как бы всегда потом. То есть вот сейчас не сразу, что сейчас хорошо и рождаемость, вот нужно, чтоб стало хорошо. Да, и потом вот как бы эта женщина так, так вот, ну, эксперимент такой, в любом новом районе одна мамаша с коляской, через год там 9-10 уже мамаша с коляской будет. Это как бы вот, ну, женщина умеет как-то вот это чувствовать. Если брать, я говорю, давайте возьмем любые признаки, ну, правильной жизни какие-то, да, социально правильной жизни. Ну, берем продолжительные жизни, вот это медицинское обслуживание, образование. Такая простая категория, как библиотеки, например. И выберите любой самый плохой год, который вам не нравится в 30-х годах, там обычно 37-й, и выберите самые вот эти жирные, тучные 90-е, так называемый год. Не по одному, не по одному из этих категорий, 97-й, близко не находится к 37-му году. Вот по этим категориям, витальным категориям. Когда долго там стал… Потом есть, если мы говорим про антропогенез, вот начало 90-х годов, Украина, про Украину как-то вот мы все в кучу тут как бы сложили, вот чем знаменита была Украина за границей. То есть, как узнавали Украину за границей. Что по ГПК, по Моисеевскому – нет. По каким? По ватрушкам, полтавским вареникам – нет. По этнической украинской преступности в Канаде и в Америке. Правильно? Ну, она знаменитая была. Украинская мафия, так называемая. А, украинская диаспора. Да. Она и в Чехословакии. Ну, вот там Польше и так далее. Раз. И, извините, по девушкам. Ну да. Самая красивая у нас это… Потому что самые красивые девчонки, они все вынуждены… Вот для меня тогда уже я говорил, что это очень тревожный симптом, когда твоя дочь из дома уходит на заработки телом. Это страшный диагноз был, который тогда нужно было поднимать на основу государственной политики. Потому что уезжает генофонд нации, вот той нации, которой так гордится Украина. Она вот 30 лет назад эту нацию отправляет в Египет, в Турцию и так далее и тому подобное. Понимаете? Потому что условия такие, что девушка была вынуждена уехать. Это не одна или не три или не десять. Это была система. Вот. Это… Ну, это трагедия. То есть, тогда это уже нужно было делать изменения. Но политики заигрались в политику. Технологи заигрались в политтехнологию. Это все финансировалось. И были экономические интересы. Уголь, контрабанда, пошло-поехало, технологии. И получается, что вот это все происходит тремя процентами населения, да, меньше даже. А основной народ, для которого эти никогда не были категориями принципиальными, такими конфликтными, люди женились, учились, отношения устраивали, экономические какие-то отношения устраивали. И это все развалилось и стало вот тем, чем сейчас является. Поэтому в этом направлении, если дальше действовать, то это будет, ну, крайняя форма этого всего. Ну, мы все умрем, друг друга убьем. В объятиях задушим. Вот, натурально задушим и одновременно умрем там, ну, в объятиях. Поэтому нужно прилагать какую-то другую позицию. Прилагается, она. И вот получается, что за последние там несколько десятков лет предложение по Крыму, как вот Крым, детский остров. Ведь смотрите, комментарии какие от Украины. Они не верят, они думают, что раз Крым, детский остров, то туда почему-то не будут пускать украинских детей. Да у нас сейчас мы проводим сборы детские. У нас с Украины люди приезжают, детей привозят, потому что это естественно, детям нужно друг с другом общаться. Потому что, если они не будут друг с другом общаться, то им можно вдуть в голову все, что угодно. Ну да, это война на десяти лет. Конечно. Вот, поэтому Крым, детский остров – это позитивный такой фактор, объединяющий. И вызывает он конфликт или непринятие у людей, которые не поняли, о чем речь, либо восприняли это как угрозу своей вот этой вот идеологии, нынешнему состоянию. Потому что с этим очень трудно бороться. Потому что вот любой олигарх, сколько бы он денег не имел, вот по России сейчас мы что-то на Украину бедную накинулись. У нас же такие же проблемы все. Вот сейчас олигархи наши под санкциями. Вот. Ну, им говорили, когда-то «устанете пыль глотать по судам». Вот они там сейчас глотают. То есть все сделали для того, чтобы они вернулись в Россию и работали на Россию. Запретили там обучение, гражданство там, ну вот всякие такие. И вот их еще Запад подкручивает там. Тем более Англия это делает. Англия всегда была знаменита тем, что она барыга, скупщица краденого. И чтобы эта скупщица краденого вдруг сказала «ах, как мне стыдно, ах, как нехорошо, эти деньги украдены, мы их у вас заберем». Никто ведь не сказал, что эти деньги украдены олигархом там каким-то у России, поэтому эти деньги возвращаются в бюджет России, а вот этот олигарх вам, значит, присылается, вы там его посадите. Нет. Ну, понятно, да, о чем речь идет. Но, тем не менее, вот эти вот наши тут олигархи, сегодня или завтра президент их собирает, ну, кто там остался. Ну, и вот опять будет, видимо, спрашивает, вы поняли, чьи вы будете-то? И куда должны вкладываться? Ну, посмотрим, что они там поймут. Вот поэтому это у нас то же самое, как и в Украине. Позитивная повестка. Если ее нет, то тогда будут вот эти все конфликты центробежные, а не центростремительные. Правильно ли я понимаю? В прошлом эфире, да, на День ТВ мы обсуждали, да, и я еще акцентировал внимание, что люди, сидящие с той стороны, могут напрячься, что это угроза их положению, это угроза сложившимся связям, тут надо что-то делать. Или в Крыму. Да, в Крыму, да. А вот из примера с Англией я понимаю ситуацию так, что никому ничего не запрещается, не убирается и так далее. Позитивная повестка дня для всех. Только людям надо сделать какое-то усилие над собой. Им нужно работать на Россию, на Украину, на большую страну. Им нужно работать ради детей. Всех денег не заработать и в могилу не унести. И нужно вот сформулировать для каждой социальной группы позитивную повестку дня и таким образом решить все вопросы. И крымский вопрос, и украинский вопрос, и вопрос воссоединения большой страны. Вот вы верно заметили, вот в этом вопросе, при том, что прилагается позитивная какая-то повестка, я на себя насобирую весь негатив со всех этих направлений. Я говорю, семья не в состоянии обеспечить полноценного развития ребенка. Меня обвиняют, что я ребенка хочу забрать из семьи. Ну да, и виновка, другого пошива. Да, ну это совсем другой. Причем, как правило, меня обвиняют люди, кто понимает это очень остро, что он не способен это сделать. Потому что любой нормальный родитель, когда с ним разговариваешь, а многодетные дети, тем более, для них этот вопрос очень острый. Они-то это понимают, что так оно и есть. Так, любой ответственный родитель понимает, что он сам один не может обеспечить развитие своего ребенка полноценно. И никогда этого эволюции не было. это всегда был общественный труд. Общественный договор. Конечно. Это первое. Второе. Олигарх, который думает, куда ему там строиться. Ну, у меня здесь я крайне радикальных взглядов. Я считаю, что есть какие-то вещи, которые, ну, там, безусловные. То есть, ну, не может быть частной собственности. В принципе. Я считаю. Потому что для природы... Я так считаю. Особенно на стратегической активе. Для природы, да. Для природы человек не может обладать тем, что он не произвел. А то, что он производит, он им тоже не обладает. Потому что это становится с меной или ценой. Потому что произвести и иметь себе, это не имеет ценности. Даже самая ценность его, личной жизни, она ценность не имеет, если это не отношение. Вот. Поэтому это частная собственность. Ну, если я сейчас говорю об этом, что частная собственность... То есть, можно сразу переспросить, что вы не член не коммунистической партии? Да нет, конечно. Ну, то есть, это левые взгляды по шкале политической, которых разделяет сейчас, на самом деле, большинство. Я сам считаю, что частная собственность — это анахронизм, который пора выкидывать. Да. Ну, вопрос частной собственности — это основной вопрос в политике. Ну, конечно. Вот. А я, как там, человек, который занимается вот антропологией, для меня вопрос частной собственности — это вопрос из категории как для физика, вопроса... Ну, притяжения, да. Ну, да, вообще, не понимаете, да? Это первое. Второе. Но ведь есть частный сектор, кроме земли — это жилье. Вот я, например, учился в медицинском институте, когда отец у меня переезжал постоянно с одной работы на другую, связанную с профессией, да? Мы всегда жили в гарнизонах, в служебном жилье. И я себя помню, такой мелкобуржуазные свои, как бы, качества, я всегда мечтал, чтобы у меня был там дом. Я книжки всякие покупал «Как построить сельский дом», называется. То есть, вот я с этим, как бы, живу. Давно у всех у нас был. Но я знал, что я сейчас заканчиваю медицинский институт, меня направляют в любой там регион, я там получаю квартиру и работаю. У меня не было такой ситуации — ждать, когда у меня бабушка с дедушкой умрут, чтобы переехать в ее квартиру. Или залезть в кабалу банковскую под ипотеку и так далее и тому подобное. Это не было еще 30-40 лет назад в нашей жизни. Сейчас нам этот мир такой создали. Это вопрос, как бы, такие вот принципиальные и большие. Поэтому заявлять сейчас вот такие вот тезисы, там, ликвидация частной собственности, там, реновации, вот эти вот, которые абсолютно дикие происходят. Среди сопроизводства, вот тут, как бы, вульгарный марксизм — это, как бы, неблагодарная такая тема, потому что даже коммунисты в этом не очень сейчас разбираются, превратившись в такую мелкобуржуазную какую-то партию. С одной стороны. С другой стороны, паразитирование на социальных гарантиях, то, что вот в Советском Союзе расцвело в конце, и к чему сейчас и призывают возврат Советского Союза, ведь никто не призывает строить, ехать на стройки там народного хозяйства какие-то там, да. Все призывают возврат Советского Союза получить вот этот вот социальный пакет гарантированный. Ну, все что угодно, квартиру и так далее. Все хотят вот этого. И с возрастом желание как бы это усиливается только. Поэтому здесь нет ни одной позитивной такой повестки, в которую можно прийти и сказать, вот я такой хороший. Тут популизма-то никакого нет. То есть, вот я когда говорю, что Крым нужно сделать детским островом, даже эта аксиома, что это нормальный абсолютно подход, он в большинстве случаев, он как бы вызывает негативную реакцию у всех, потому что кто это будет делать, это Хазария, это там, значит, вот плюс там обсуждают меня лично там. Ну, то есть, вот все делают для того, чтобы только не делать, не думать, а как, что будет после этого. Ну, люди так устроены. В этом плане православие, я считаю, это такая великая вещь, потому что, если вот не любить людей вообще, то вот никакого желания с ними не общаться и жить на одной земле вообще нет. Да-да-да, есть такое. Особенно почитать отдельные комментарии. Причем комментарии эти пишут люди, которые никогда сами ничего не делали, делать не собираются, ну, тут же наставляют блоков, чтобы никто не делал и другие. Ну, да, есть такое дело. Очень много вопросов в комментариях даже было, которые звучат совершенно неожиданно. Кто такой Олег Чагин? Все отметили, что это спикер и докладчик на концептуальном форуме в Питере, что докладчик форум Леваде. Все знают, что институт и понимают, что вы говорите стратегические вещи, вот буквально не только антропологические, но и политические, и социальные, и демографические. Вопрос звучит, кто такой Олег Чагин? Это вообще не вопрос. На форум в Питер, в концепции общественной безопасности, меня пригласили выступить вот с этой позиции, потому что концепции общественной безопасности, я их знаю лет, ну, сколько-то, ну, 10, наверное, с докладов Петрова, генерала. Доклады мне были понятны, ничего нового я там не услышал, это стандартные, это, в принципе, в любом техническом вузе любой офицер, преподаватель по любой дисциплине имеет такие взгляды, ну, или имел. То есть, ну, да, и удивительно было то, что элементарные какие-то вот такие знания в управлении, они на сегодняшний момент так востребованы, что это нужно выделять в отдельную концепцию. Ну, там было сформулировано достаточно общая теория управления, под этим есть люди, под этим, я знаю, математики и кибернетики, которые этим занимались. Мне это интересно, как система управления, как система формирования связей, нейронной в том числе, это мы с этим, наша специфика института, мы к этому имеем отношение. А общественное направление, оно как бы, ну, как любое общественное направление, оно у меня не вызывало никаких вопросов. Понятно, что люди ищут ответы на свои вопросы. У них есть на это время, потому что слушать 4 по 5 часов, вот какой-то доклад, это тяжело. Ну, я большую часть жизни просидел в аудиториях, слушая лекции преподавателей, но мне повезло, это было как бы, ну, там, хорошие преподаватели. Сейчас преподавателями напряженка. Поэтому я там выступил, меня посадили в президиум даже, я сидел с руководителями этой концепции на тот момент. Вот, многие, наверное, подумали, что я к этому имею какое-то отношение. Но я выступаю, если смотрели, там, кто мое выступление, я сказал, что независимо от моего отношения концепция общественной безопасности, я вижу здесь людей, которые объединены желанием или поиском будущего. У нас есть понимание вот такого будущего. Если вам это интересно, присоединяйтесь, подключайтесь, давайте как бы вместе работать. Пока еще меня никто с Кобом не связал, что я Кобовец, потому что это нужно меня очень сильно хорошо знать, чтобы посмеяться, что меня можно с чем-то связать там. Но, тем не менее, организаторы и того, и этого форума имеют отношение к концепции прямой или опосредованной. И, в принципе, вообще вот лейбл концептуал, да, это тоже какой-то системный аналитик, который выявляет процессы, рисует картинку будущего, да, и пытается ее каким-то образом описать, особенно алгоритм, как туда прийти. То есть, я даже думаю, что дело даже не в самой дисциплине, доту, да, а дело вот в этом персонифицированном движении, которое возникло поверх, вот если разделить саму дисциплину, которую люди изучают и пытаются ее использовать как инструмент, и общественное движение, оно такое не структурное, там никто не платит членский унос, насколько я понимаю, там ничего такого не происходит, но вот ваше отношение вот к этому движению или к представителям его? Ну, я персоны не обсуждаю, стараюсь не обсуждать. По поводу движения, я не вижу никакого там концептуального, какой-то изюминки концептуальной, я там не нашел. Ну, я, может, ее плохо искал или в этом у меня нет необходимости. Я вижу людей, которые, для которых любая сумма системно выстроенных знаний, является уже ценностью. Но у меня советское образование, я вот этой болезни не болею. У меня все сформировано на своих каких-то принципах, логика, самообразование, большой пласт времени на это потрачено. Поэтому в концепции общественной безопасности я не вижу ничего такого, чтобы вызывало у меня либо отторжение, либо фанатическое принятие. То есть это просто набор каких-то фактов, неизвестных или понятных. Я не вижу там действия, но я этого действия не вижу и у методологов, моих любимых. В этом плане у меня такая позиция, что я вот за все хорошее против всего плохого. Я не люблю методологов. Нужно любить методологов. Я их не люблю. Методологов. Вот за все. За то, что там нет действия. Вот глагол «состояние» должен перейти в глагол «действие». А действия нет. А действия нет. То есть люди собираются, а для меня вот системы, значит, ну, как системные такие нарушения, начинают придумывать свои какие-то термины, другие слова, начинают известные факты трактовать по-другому. Ну, то есть вот это вот все сектантские как бы технологии, так скажем. И получается, чтобы вот концепция общественной безопасности не превратилась в секту, или методологи те же не превратились в секту, туда нужно кислород постоянно вдувать. Кислородом этим является реальность. И вот со встречей с реальностью эти системы и вступают в конфликт. Концепция общественной безопасности на гора не выдала ни одного практически реализованного проекта, как проектная деятельность. Книги и семинары ведь не считаются результатом или съезды. Методологи, кроме тонн книг, которые никто не читает, и тот перекос в системе управления, который в результате этого работы методологического кружка сформировался, не выдали на гора никакой позитивной повестки или результаты практической деятельности. И так вот, если мы еще всех, кого не упомянули, как бы пройдем по ним, то они вот в этом списке есть. Но я с ними общаюсь, я с ними разговариваю, они меня приглашают, я знаю, что я востребован там, значит, их интересует мнение третьей стороны. Для меня это показатель, что система не закрытая. Почему я их не называю сектой? Ну, потому что они меня приглашают, это уже не секта, потому что секта, она бы самодостаточная была. Я выступаю среди священнослужителей очень много, у меня много друзей. Это абсолютно востребованные. Вот недавно нас приглашали на научно-практическую конференцию в духовное училище Старообрядческой церкви. Корнили присутствовал, ему тяжело, он себя плохо, как бы чувствовал тогда, устал, но он присутствовал, все это слушал. Я докладывал по Ухтомскому там, у меня сотрудник докладывал по Старообрядческим общинам. Мы ездим в Сергиев Посад, я читаю там курс. Вот, то есть это и с мусульманами у нас отношения очень такие хорошие. Поэтому это востребована повестка. На чем мы? На объединение. На объединение. И вот этой точкой объединения, почему мы локализовали всю работу института именно на вот детство и на развитие, на формирование среды развития. Потому что это и есть вот этот сам, самая точка. — Всех есть дети и все эти примечательства. — За всю историю, ну я учился на философском факультете, что формировало мышление там определенное, философское, да. И для меня вот этот вопрос, он такой мировоззренческий, философский. То есть формирование условий, в которых эволюционная составляющая, вот парадигма, она будет иметь направление. Так вот как-то я скажу. Вот. И для меня это социальная модель в этом плане, это только инструмент. Социальная модель — это только инструмент. И ссылаться мы можем на образцы этой модели. Любая модель, она имеет свои какие-то там позитивные или негативные зерна. Но если прибрать с точки зрения вот развития человека, то социальная — это несколько таких реперных точек, которые я отделяю. Ну, основное — это, конечно, выход за границу ареала. То, что произошло в результате технологического вот этого прорыва советского периода. И Гагарин является вот олицетворением, который, кстати, не канонизирован почему-то до сих пор. Странно. Вот. Все остальное неинтересно. Большой разговор. Есть что переварить. Как вы думаете, последний вопрос, 19-й год в связи с позитивной повесткой дня будет более позитивный, чем 18-й? Конечно, будет. Но ключевой будет 20-й год. И мы можем постараться к 20-му году в этом смысле помочь. Ну да, у меня вот работа института такими периодами. Вот инновационно-образовательный модуль мы разрабатывали, начали 7 лет назад. И в 14-м, 15-м, 16-м году нас просили до 18-го года этот тезис не озвучивать. На 18-й год этот тезис два варианта было. Первый — его озвучивать в президентскую кампанию как одно из направлений выборов. И были силы в администрации, которые хотели сделать эту тему основной выборной. Ну, президент объявляет, там, Крым — детский остров, развитие образования, инновационно-образовательные модули. И то, что сейчас и так происходит, вот ровно очень. Каждый день мы как бы идем в этом направлении работу. Но я был против, потому что, ну, технология очень простая. Путин Владимир Владимирович на тот момент, на 18-й год, на последний выбор и так бы выбрал. Неважно, как, никакое отношение там, вот это вот, вот это все не имеет к выборам. И педалить эту тему я не видел никакого смысла. Мало того, это дискредитировало бы всю государственную работу в течение 7 лет в этом направлении. То есть, получалось, государство работает в направлении реформы образования плотно и интенсивно все там, всем эти последних лет, ну, в которые мы включены были. А тут вот на выборах разные четыре там появились. Поэтому эту тему, ну, я смог убедить эту тему не делать там какой-то основной, а отработать обычными технологиями. Но это же не не персонализированный проект. Это не проект, там, под Путина, или, там, под кого-то, там, под Чагина, там, неважно. Это проект под будущее. И здесь вот вы хороший вопрос задавали, мы его заговорили, что вот те люди, которые сейчас участвуют во всех вот, во всех отношениях государственных, какое их качество в этом проекте, какое качество, а такое же, как у всех нас, у родителей, нам дают возможность изменить жизнь наших детей, объединившись, и нам списывают наши вот эти вот, как бы, ну, там, неумение, вину и так далее и тому подобное. Ну, давайте так скажем, это возможность такое, раскаяться только в практической деятельности. Если мы сможем, да, если мы сможем для своего ребенка изменить жизнь, то он нас простит за то, как мы жили там. Вот если Владимир Иванович Путин не реализует проект какой-то вот такой глобальный, их там несколько проектов, то очень трудно остаться будет в истории с каким-то определением. Вот нужно остаться в истории с каким-то определением. Всегда так было. Лысый, там, усатый, горбатый, волосатый, освободитель, и так далее, понимаете, да? Вот. И у нас вот с этими проблемами, с лидерами, вот с этими определениями. Я так думаю, что, занимая высший пост в государстве, а это не просто государство, а то есть там 150, это другая миссия у лидера государства такого, потому что в основе этого управления или лидерства стоит принцип «собирай и царствуй». А это должно быть вот такие проекты, которые объединяют людей и решают смысл их конфликта. Их конфликты. Если такого проекта у лидера не будет, то он останется проходной какой-то фигурой, как мы сейчас говорим про Черненко там или про это. Но это не так. Это очень, если Черненко там какой-то короткий период был, и все знали, что он вот просто там доживает на этой должности, то у лидера сегодняшнего в России совсем другая ответственность. И он ее осознает. И на выходе должен быть какой-то проект. И это не должен быть проект. Вот Чагин там придумал, офигительно. Мы тут что-то, оказывается, ничего не делали. Как хорошо. Вот давайте сделаем там Крым. Это не так. Я серьезно говорю. Это не мой проект. Вот я сижу там из носа выковырял. Это государственная политика в течение последних десяти лет направленная на радикальную реформу образования, на формирование будущего. Наш институт просто к этому имеет отношения. Спасибо большое. Спасибо вам.